Встреча президентов Молдовы и России Ее ждали прежде всего потому, что она после высылки российских дипломатов и зеркального ответа Москвы, первая после объявления Дмитрия Рогозина персоной нон-грата и еще ряда, прям скажем, неожиданных решений. Всех волнует один вопрос, о чем говорили президенты и как они оценили состояние Молда российских отношений. Ну а мы постараемся спрогнозировать, как они будут развиваться в дальнейшем. Разбираться будем принципиально, ведь вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Вельченкова. Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представляю вам моих сегодняшних гостей. Надеюсь, что это люди, у которых противоположные взгляды на развитие молодо-российских отношений. По крайней мере, весь ваш опыт говорит об этом ваше высказывание. Это Борис Шиповалов, политолог, и Виталий Андреевский, тоже политолог. Давайте вначале посмотрим видео, которое нам предоставили после встречи президента Игоря Дадона и президента Владимира Путина. Смотрим. Во-первых, я очень рад, что буквально в эти дни исполняется 10 месяцев, как мы возобновили на уровне первых лиц между нашими странами первая встреча президента 17 января. И можно уже говорить о том, что за эти 10 месяцев у нас есть очень много положительных сдвигов. Да, были и проблемы, о которых тоже нужно говорить, и о которых нужно дать объективную оценку. Но за этот период у нас существенно вырос экспорт молдавских товаров на российский рынок, более 17% за первые 7 месяцев этого года. По некоторым товарным позициям в разы, к примеру, по винограду столовому в 19 раз, по эбукам в 3 раза. Благодаря нашим договоренностям, и хочу еще раз сказать большое спасибо от решения проблем мигрантов, несколько десятков тысяч получили возможность решить свои проблемы и легализоваться, либо опять приехать в Российскую Федерацию. Были, безусловно, и проблемы, потому что не всем нравится возобновление нашего стратегического партнерства, и были и внутри страны, и внешне некоторые попытки спровоцировать на конфронтацию. Вы сейчас упомянули некоторые решения, которые были приняты в ходе или в результате наших с вами переговоров, имея в виду либерализация, связанная с трудовыми мигрантами, открытие некоторых сегментов российского рынка для чувствительных, для экономики молдово-товаров, некоторых сегментов. Я должен прямо сказать, что это сделано не то чтобы авансом, но с целью поддержки ваших усилий, направленных на нормализацию российско-молдавских отношений. И мы очень рассчитываем на то, что люди это увидят, оценят и всячески будут поддерживать те силы в вашей стране, которые нацелены на дальнейшее улучшение и на строительство российско-молдавских отношений. Ну а мы в будущем, конечно, безусловно, будем строить и экономические наши контакты, исходя из уровня нашего политического взаимодействия. На сегодня, повторяю ещё раз, мы хотим поддержать наше искреннее намерение воссоздать и развивать российско-молдавские отношения. Со своей стороны, будем всё необходимое делать и для урегулирования Приднестровского конфликта. Мы с вами много раз об этом говорили. Будем выступать, безусловно, гарантами тех договорённостей, которые могут и должны, в конце концов, появиться для того, чтобы эту проблему решить, раз и навсегда, окончательно, в интересах всех людей, которые на этой территории проживают. Итак, уважаемые мои гости, вы сейчас прослушали некоторые выводы, которые сделали оба президента. Конечно, этих выводов гораздо больше, на самом деле, но сейчас мне интересен ваш вывод. Виталий Александрович, у вас на сайте, когда был дан анонс этой встречи, была такая фраза, состоится судьбоносная встреча Игоря Додун и Владимира Путина. Так вот, судьбоносная встреча была взята в кавычки. Почему? И как вы оцениваете, собственно, саму эту встречу? Ну, давайте так сразу скажем, что это не мой сайт, это сайт редактором Андрея Андреевский. Но я читал этот материал. Ну, вы отношения к нему имеете, все-таки, я надеюсь. И родственники, наверное. И насколько я помню, это связано с тем, что в Фейсбуке президент Игорь Додун написал, что будут приняты судьбоносные решения, цитирую дословно, президента страны. И поэтому это было взято в кавычки, это как бы цитата. Ну, президент Додун вряд ли это взял в кавычки. Не, ну, он-то сам сказал, а его же цитируют, и тут есть какие-то правила, что... А, это была цитата. Да, это была цитата. Я не считаю, что эта встреча судьбоносная, или будут приняты какие-то судьбоносные решения. Потому что, на самом деле, я хотел бы, чтобы мы тоже об этом поговорили. А что вообще такое судьбоносное и важное необходимо Молдове от России? И что России необходимо от Молдовы? Я вот перед встречей нашей, перед началом передачи говорил, что у нас был круглый столб по этой проблематике. И один человек, который представился председателем комиссии при президенте, заявил, что Россию вообще Молдова не интересует, и у нее никаких интересов в Молдове нет. Я с этим категорически не согласен. Я считаю, что есть определенные интересы России, и есть определенные интересы Молдовы. И вот как найти между ними общие интересы, чтобы выиграл и Молдова, и Россия, я считаю, об этом надо сегодня переговорить. Спасибо. Я думаю, что мы все-таки будем касаться тех вопросов, о которых вы сейчас говорили. Я бы вернула вас к моему вопросу. Вопрос был относительно того, как вы оцениваете эту встречу судьбоносной, вы не согласились. Какова она? Одним словом, может, предложением. Я считаю, что это нормальная встреча в рамках визита нашего президента на саммит организации СНГ. И я считаю, что такие встречи важны, потому что надо говорить, надо поднимать какие-то проблемы. Но я бы не выбил ее из рамок вот что-то такого, я повторяю, судьбоносного, что кардинально изменит. Я потом выскажу свое мнение, что я считаю судьбоносным. Благодарю вас. Борис Андреевич, вы как? Ну, у меня, как обычно, противоположная точка зрения по этому вопросу. Почему? Потому что встреча действительно очень важная и очень нужная. Главное, что она показывает динамику восстановления отношений, экономических, прежде всего, отношений, Республики Молдова с Российской Федерацией. И эта встреча показывает о том, что, вы знаете, руководство Российской Федерации в последнее время изменило свою политику по многим отношениям, в том числе и к странам СНГ и, естественно, к Республике Молдова. То есть, появился вот этот гибкий вот такой подход с учетом интересов каждой страны. Для армяна не одно предлагают, для молдавана не другое. То есть, вот эта вот тенденция у россиян в их внешней политике, она очень ярко просматривается где-то последние полтора-два года. Ну, в принципе, как запустили они этот проект, Евразийский экономический союз, там в верхах Российской Федерации политика очень мощно поменялась. Для нас почему судьбоносно, не судьбоносно, но очень важно эта встреча. Почему? Потому что она как бы подводит какие-то итоги вот того старта, о котором говорил, мы все смотрели вот эту заставку выступления Игоря Николаевича Дадуна и президента Владимира Путина, да? Вот Игорь Николаевич подчеркнул, прошло 10 месяцев, а сколько сделано и что изменилось? А сделано очень многое и очень многое изменилось, потому что Российская Федерация, это бесспорно самый главный наш на сегодняшний момент экономический партнер, потому что, ну, если мы будем говорить о реализации там, скажем так, соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, там стоит очень много вопросов, да. А это наш стратегический, столетиями экономический партнер, с которыми просто было глупо рвать свои отношения. Поняла. Я предлагаю, нет, я предоставлю вам возможность, просто сейчас у нас на связи находится Станислав Выжга, который сейчас, да, собственно говоря, является одним из членов делегации, да, которые осуществляют визит, значит, на саммит СНГ. Станислав, ты нас слышишь? Добрый вечер. Добрый вечер, Людмила, я вас понимательно слышу. Добрый вечер гостям программы и нашим телезрителям. Станислав, какие у тебя впечатления, первонаперво? Вот все ли прошло так гладко, потому что, по нашим данным, в Кишиневе у нас есть своя информация. Нам стало известно, что встреча длилась 20 минут, официальная часть, а потом 30 минут президенты говорили один на один. И вот такой длительности, такого формата еще не было до сих пор. Правда ли это? Ну, в общем-то, в принципе, так и было. Но я хочу обратить внимание вот на какие моменты. Ну, смотрите, Международный аэропорт Адлера еще только принимает делегации глав государства СНГ, а уже первые встречи, вот как принято говорить на полях саммита, они уже проходят. И вот в летней резиденции президента Российской Федерации проходит, Бочаров-Ручей проходит такая встреча, прошла Владимира Путина и президента Молдовы Игоря Дадона. Мы делились впечатлениями, своими наблюдениями. И президент делился своими впечатлениями о том, что проходило уже... Ну, конечно, не раскрывались все детали, но он говорил о том, что он такого открытого, такого доверительного, искреннего диалога, в принципе, давно не было. И, в принципе, тут такой элемент, знаете, наверное, и доверие, и в то же время желание построения настоящих, крепких, здоровых взаимоотношений между нашими государствами. Вот это главное сегодня звучало. Мы благодарим тебя. Вот ты упомянул, что у вас была возможность поговорить с Игорем Николаевичем. Он сказал такие слова, оценил так высоко эту встречу. А какие-то все-таки, может быть, еще детали были предоставлены? То, о чем мы не знаем. Вы журналист, вы там работаете, вам, безусловно, все известно. Ну, понятно, что лидеры обменялись мнениями о том, в каком состоянии находится сегодня взаимоотношения стран, прозвучала благодарность из уст Игоря Николаевича Додона в отношении того, что много было уже сделано и со стороны российского государства, в отношении наших мигрантов, в отношении увеличения экспорта молдавских товаров. Говорилось о том, что, в принципе, затрагивалась тема Приднестровского вопроса. Не могло этого не быть. Ведь сам формат, смотрите, встречи проходил в присутствии вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Рогозина, министра иностранных дел Сергея Лаврова. С молдавской стороны был... Был посол Андрей Крилович Негуца, госпожа Горелова. Да, да, да. И вот уже сам формат, он как бы уже предопределял, что будут затрагиваться вопросы как экономики, так и Приднестровья. И здесь было высказано о том, что да, формат миротворческой миссии это доказал свою жизнестойкость. И все было выражено в благодарность российскому президенту. Говорилось о том, что, ну, хотелось бы пойти дальше в отношении и так в таких вот шагах в развитии экономических взаимоотношений, так и, наверное, политического сотрудничества. Ну, в данном случае, например, все-таки Молдову интересовал бы статус наблюдателя при Евразийской экономической комиссии, чтобы мы уже сделали следующий шаг. Потому что... Да, но это завтра, я так понимаю, да, в основном уже будет рассматриваться? Это будет обсуждаться завтра, но уже сегодня тоже затрагивалась эта тема. Интерес Молдовы лично президенту страны в этом смысле не вытихает, потому что он понимает, что здесь есть и будущее развития молдавской экономики в отношении к странам. Но говорилось о том, что, в общем-то, большой, будем говорить, мандат доверия со стороны Российской Федерации в отношении главы Молдовского государства. Сегодня есть, и об этом было сложно. Станислав, мы тебя благодарим, мы желаем тебе удачи в твоей работе, и завтра ждем твоих новых включений с места события. Спасибо. Да. Ну что ж, вот насколько максимально мы могли, да, эту картину сегодняшнего саммита, насколько мы предложили ее вам и нашим телезрителям. Вот я хочу отметить один момент. Наверное, господин Андреевский прав, когда предлагает взглянуть шире на молодороссийские отношения. Я с ним здесь соглашаюсь, но предлагаю тогда, господин Андреевский, давайте начнем, знаете, с чего? С последнего заявления нашего премьера, я говорю сейчас о заявлении Павла Филиппа, да, вот он отношения Кишинева и Москвы заявил, что они находятся в замороженном состоянии. А вы бы как их охарактеризовали, если вы не согласны с такой оценкой? А может согласны? Ну, я думаю, что не лучший период мы сегодня переживаем в отношениях между двумя странами. Безусловно, потенциал есть и достаточно значительный, чтобы улучшить эти отношения. Вот я не знаю, коллега хотел назвать какую-то цифру, я тоже назову сейчас цифру. Значит, у нас экспорт в Россию за 7 месяцев по июль вырос, если не ошибаюсь, 62-63%. Производит впечатление, да, цифра? Но это составляет всего 163 миллиона долларов. Это сельхозпродукция только. Нет, это весь показатель. Сельхозпродукция, 62%. Ушаков заявил на... Ну, вот он говорил о сельхозпродукции. Он не говорил о сельхозпродукции, он говорил вообще. Ну, я дословно говорю. Да. Это важно, на самом деле. Да. Ну, хорошо, важно, если вы располагаете другими цифрами. Нет, я говорю, что вот это уточнение важно, потому что вы уверены в том, а господин Шпал в другом. Нет, нет, Ушаков вообще сказал только об этом. Он назвал следующие цифры, что в целом товароборот упал между двумя странами в 2016 году на 5%, но вот в этом году наблюдается некоторый рост молдавского экспорта, как они говорят, импорта из Молдовы, и он вырос на 63%. Это составило 163 миллиона долларов. Он не разделял, может быть, это так, как говорит коллега, но... Ну, сейчас мы, да, предоставим слово. Но Ушаков не разделял. Но для примера я приведу. За 5 месяцев с Румынией экспорт Молдовы в Румынии составил 208 миллионов долларов за 5 месяцев, а это за 7 месяцев. И Россия потеряла лидерство как главный торговый партнер Молдовы. На это место вышла Румыния. И когда президент России Владимир Владимирович Путин говорит, что мы открыли наши рынки, он забывает сказать, что мы их раньше закрыли для Молдовы, а теперь открыли. А захотим снова закроем. Вот это мне не нравится в наших отношениях, что они зависят от политической составляющей. Мне кажется, политическая составляющая должна уйти в сторону, что мы развиваем отношения и не применяем санкции. Ведь России не нравится, когда по политическим мотивам Запад применяет санкции. Но Россия точно так же поступает с Молдовы. И вот если бы этого не было, мне кажется, все было бы очень чудесно. Интересный ответ, Борис Андреевич. Вы как? Во-первых, эти цифры. У вас, я так понимаю, есть другие данные. Как вы оцените отношения Молдороссийские? Знаете, от какого момента, потому что так можно передергивать санкции России и так далее. Никто не просил Молдову подписывать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, которое противоречит соглашению со странами СНГ. Возьмем пример Армении. Я почему говорю? Потому что, вот смотрите, я просто привожу сначала Армению в пример, вот чтобы не было каких-то кривотолков, санкций России и все остальное. Пример Украины мы видим, разрушенная страна, гражданская война, разделенная территория. Вот они тогда подписали соглашение под давлением европейцев, отказались сначала, потом подписали, вот что они получили. Теперь рассмотрим Армению. Армяне умные и мудрые люди оказались по сравнению с нашими руководителями нашей страны. Что они сделали? Они вступили в Евразийский экономический союз, они затормозили тогда 27 или 29 ноября 2013 года, когда Молдова тупо подписала предварительное соглашение в Вильнюсе. Армяне заняли другую позицию. Нет, говорит, мы вступаем в Евразийский экономический союз, но с Европейским союзом мы будем дальше проводить переговоры. Они три года переводили переговоры, они добились подписания этого соглашения с Европейским союзом на выгодных для Армении полностью условиях. То есть они боролись за свою экономическую безопасность, экономическую независимость и так далее. Сегодня они за два года... У меня одна реплика, коррега. Можно я докончить? Нет, у меня по Армении. Да. Одна реплика. Я прошу телезрителей, чтобы они сейчас набрали в интернет, подписала ли Армения соглашение с ЕС и Европейским. Я понял. За два года, за два года, они на сегодняшний момент, у них пошел экономический рост, причем не просто экономический рост, а рост промышленности. Это главное и первое. И они из Российской Федерации получили за два года более 4 миллиардов инвестиций именно в промышленность. В Армении сегодня осуществляется более 30% инвестиционных проектов, крупнейших промышленных на российские деньги. Теперь по Молдове. Да, если бы вот так глупость со стороны нашего молдавского руководства не была, мы бы не нарвались на те российские ограничения, которые возникли по поставке сельскохозяйственной продукции. Но вы меня извините, когда я вам прихожу с открытой душой, с открытым сердцем и говорю, вот я хочу с вами сотрудничать, вы получаете положительный ответ. А когда, извините за выражение, пусть телезрители простят, когда поворачиваешься попой одним местом к другому человеку, то ты получаешь тот самый ответ. Молдова поступила по отношению к Российской Федерации вот именно вот таким вот наглым образом. Я благодарю вас, Борис Андреевич. Но политический момент, то, что Россия пошла полностью на восстановление сотрудничества, это чисто политическое решение, я с этим согласен. И, кстати, по большинству вопросов сельскохозяйственной продукции, по итогам первого полугодия 2017 года, мы уже превысили порог первого полугодия 2014 года. Я благодарю вас, но я очень переживаю, что сейчас вас расстрою вдвоих сразу, потому что, на самом деле, премьер вообще имел в виду не это. Он так вот цифры не перечислял и не сравнивал их с Ушаковым. Он объяснил все просто. Цитирую. Нет общения на правительственном уровне. Вот почему отношения заморожены. Павел Филипп, кроме этого, отметил, что вице-премьер Рогозин был сопредседателем межправительственной комиссии. А поскольку он не может приехать в Молдову, это означает, что не обсуждаются вопросы, которые на самом деле должны решаться. Я когда-то... Нет, нет, нет. Понимаете, я, получается, вот человек переживает, я действительно верю. Вот он говорит, вот не решается же вопрос, вот Рогозин-то оказывается. Мы вдруг выяснили, что он является сопредседателем межправительственной комиссии. Он случайно узнал об этом. Ну, а ничего, что сами запретили ему въезд. Первый же вопрос, который возник сам, вот сам собой. Виталий Андреевич, вы как? Вы знаете, я бы не хотел, чтобы мы связывали наши отношения с Россией к персоналиям. Если мы пойдем этим путем, Рогозин за что боролся, на то и напоролся. Его высказывания по Молдове, про цыганщину, что выпрашивают там и так далее, и тому подобное. Это, по сути дела, он мог и отнести к Додону, потому что Додон тоже выпрашивает. У Путина давайте, пойдите нам навстречу и так далее. Поэтому, вот когда Россия сводит или к политике, вот коллега говорит, нас наказали, потому что мы подписали ассоциацию. Я не говорил, нас наказали, это вы говорите, Николай Александрович. Это случилось, потому что мы подписали... Были введены ограничения. Да, после. А в 2006 году мы подписывали соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, когда Россия бах и ударила по нашему виду. Да, мы тогда подписали предварительное соглашение. Вы что, первый раз слышите, а дорожная карта с Европейским Союзом, как раз 2006 год, действия по ограничению экономического экспорта Приднестровья, блокада Приднестровья. Что вы мне рассказываете сказки? Не надо выдумывать, а какая блокада Приднестровья. Нарвались сами на это. Сейчас, секундочку. Плюс план Козыка, кто бы корректировал. Вы мне дадите высказаться? Вы высказаться дадите? А у меня есть вообще другое предложение, господа. Вас не смущает, что я задаю вам одни вопросы? Вы отвечаете. Так Виталий Александрович переводит в другую сторону. Поэтому я, вот для того, чтобы не было таких споров, давайте так, Виталий Александрович, по Филиппу, я предоставлю вам возможность, вот по Филиппу, вот такое объяснение, что человек сокрушается, что Рогозин как сопредседатель, а мы ему отвечаем, что... Не надо сводить персоналием. То есть премьер не прав? Или что? Вот вы ему... Я сейчас спрашиваю. Нет, я говорю, что, вот вы говорите, не надо было Рогозина наказывать, да? Тогда бы все было нормально. Нет, я сказала, что премьер-министр должен был знать, что этой встречи между правительствами не будет, потому что мы объявили Рогозина персоной нон-граду. И вот я прошу ваших комментариев в этой связи. Так я говорю, что Россия не должна сводить персоналием. Что, если нету Рогозина, не должно уже развиваться, не должны развиваться молдавско-российские отношения? Секундочку, то есть Россия, когда будет отвечать Филиппу, не должна к персоналиям? Или вот к чему? Вот сейчас есть высказывание, да, есть высказывание Филиппа. Прокомментируйте его, пожалуйста. Ну, я что, Людмила, вы, наверное, хотите что-то другое услышать? Нет, я хочу услышать ваш комментарий. Хорошо, я не к вам обращаюсь, я к телезрителям. Вот мне задали вопрос прокомментировать Филиппа. Да. Я перевожу с русского на русский. Филипп имел в виду, что надо развивать связи межправительственные. И России не нужно упираться, что только с Рогозиным. Мы не будем работать с Рогозиным, потому что этот человек издевательски относится по отношению к Молдове. Большое вам спасибо, потому что до сих пор мы не знали, что наш премьер-министр должен давать указания Российской Федерации, кому ставится главой. Я вам обещала дать слово, да? Можно я расскажу с этим вопросом? Вот это высказывание Павла Филиппа, я считаю, чисто лицемерным высказыванием нашего молдавского премьера. Почему? Ну, во-первых, я не совсем соглашусь с коллегой, потому что не надо переходить к персоналиям. Вся политика это персоналий. И только персоналий. Так, только не надо о роли личности в истории, Борис Андреевич, пожалуйста. И то, что делает сегодня Додон, это встреча с персоналиями, это встреча с руководителями стран СНГ, это определенные договоренности, это перспективы и так далее. Вот это персоналии. Теперь по персоналиям. Наш молдавский премьер-министр возомнил себя, видимо, великим Наполеоном, который пытается диктовать великой державе, которая управляет на сегодня миром вместе с Соединенными Штатами Америки, кого куда назначать президенту Российской Федерации и за что отвечать. Это первое. Я думаю, что такая постановка вопроса, она вообще не этична в политике и вообще показывает дворовой уровень наших молдавских политиков и руководителей государства. Следующий момент. Посмотрите. Ну объявили они Рогозина персоной Нонграта. А они что думали, что президент Путин сейчас скажет, ах, Павел Филипп, мы вам сейчас заменим Рогозина, снимем его с вице-премьером, дадим ему другую функцию или нет. Надо иногда соображать в политике, если ты отвечаешь за это государство, головой, что ты делаешь. Они объявили персоной Нонграта, официального представителя президента Российской Федерации, то есть они плюнули в лицо президенту Российской Федерации, который представляет его здесь по Приднестровью. Он вице-премьер правительства и он председатель Молдароссийской комиссии по экономическому развитию. Павел Филипп не знал, что он сопредседатель. Теперь Павлу Филиппу в любом случае нужно ехать в Москву, смотреть Дмитрию Рогозину в глаза и решать вопросы экономические своих граждан. Ну вот не едут и не поедут в ближайшее время, потому что вы, наверное, я сейчас не ошибусь, поправьте меня, вы оба, вы же слышали, что представители Демократической партии рекомендовали нашим чиновникам не ездить в Российскую Федерацию. И до сих пор я не слышала, чтобы это было отменено. Ну ладно, бог с ним. Давайте поговорим все-таки о позиции в молодороссийских отношениях. Мы поговорим о россиянах еще, да? А вот мне сейчас интересно, позиция нашего правительства, правящей коалиции и чего уж греха таить, давайте скажем телезрителям, Демократической партии. Вот как вы ее охарактеризуете? Я считаю, что наше правительство, парламент и Демократическая партия... Не парламент, правящая коалиция. Ну, правящая большинство в парламенте, скажем так, заинтересованы в развитии связи с Россией. И если эти связи не будут сводиться, я повторяю, каким-то персоналием, я почему это повторяю, потому что мы уже на эти грабли наступали. И я не исключаю, что и Дадон наступит на эти грабли. Помните, какие отношения были у Воронина с Путиным? Сколько визитов, сколько встреч и так далее. Потом облом, и это сказывается уже на отношениях. Нельзя, это очень плохо, что Россия выстраивает связи, чисто ориентируясь на политическое составляющее. Может быть, дело в том, что не только Россия выстраивает эти связи, был еще и президент Воронин, он как-то тоже выстраивал эти связи. Вопрос был конкретный. Я повторяю, заинтересованы в развитии этих связей, но мы хотим, я сейчас говорю не от власти, а от гражданского общества, и я считаю, что на таких позициях стоит и власть. Мы хотим четко и ясно услышать от России, что она хотела бы в взаимоотношениях с Молдовой. И я уверен, что Молдова тоже четко и ясно может сказать, чего она хочет в отношениях с Россией. Борис Андреевич, извините, Виталий Александрович, я хочу уточнить, то есть в отношениях с Российской Федерацией наша правящая коалиция, власть делает все только правильно, желает добра, поступает просто замечательно и грамотно, и что называется, значит, глядя в будущее, а получается все проблемы от самих россиян, так? Людмила, я считаю, что... Ну вот я услышала только в ваших словах, вот критики никакой. Сейчас, секундочку, я повторяю, вы услышали то, что хотели услышать. Нет, я уточняю у вас, но складывается впечатление, исправьте его. Я вам отвечу. Есть темы, которые волнуют Молдову, она готова их обсуждать с Россией. Это, к примеру, вывод российских войск. Это освобождение складов Колбасное. Это волнующие темы, которые мы ставили перед Россией. И я считаю, что очень важно обсуждать эти темы, а не заявлять, что мы не будем обсуждать. Хорошо, ставлю вопрос четче, ошибались ли наши власти, вот я имею в виду демократическая партия, которая у власти сейчас находится в последнее время. Если да, в четверг, ошибки. Если что понимать под ошибками, наверное, ошибки были в том, что все же надо было более четко и ясно определить свою политику в отношении России. А, то есть, в принципе, вы считаете, что самого главного? Да, к сожалению, вот я знаю, в кулуарах обсуждаются различные вопросы, но нет такого представления, что вот положить России лист и сказать, вот мы в наших взаимоотношениях с вами хотим решить такие-то, такие-то проблемы и готовы выслушать вас в этом отношении, что вас волнует в взаимоотношениях Молдов. Вы представляете, как я вам благодарна за этот ответ, потому что вот полностью согласна, вот, наверное, впервые с момента начала эфира, я согласна, страдает самое главное, у нас нет видения, чего мы хотим от отношений с Российской Федерацией. Я могу сказать, что хочет наше правительство и правящее парламентское большинство во главе с демократической партией. Они хотят все очень просто, ничего не делая, с запада получать деньги, кредиты и гранты, которые они пилят, а с востока они хотят открытый рынок, на который они плюют в сторону тех стран, которые им предоставляют этот рынок. Вот это потребительская позиция тех людей, которые сегодня находятся у власти. Коллега, у нас уже аналитическая передача, давайте, может быть, без этого пилить, плевать, давайте перейдем к фактам. Пожалуйста. Что вы имеете в виду? У вас есть факты, что разворовали кредиты, есть данные какие-то. Мы сейчас не кредитом говорим, я отвечаю на вопрос Людмиле о роли Российской Федерации и о том, что на сегодняшний день происходит и о политике нашего правительства. Да, о политике правительства. Я бы поправила, да. Вот, о политике нашего правительства. Политика нашего правительства открыто русофобская, которая направлена против дружбы с Российской Федерацией. За последний год наше правительство предпринимало одни только недружественные шаги против Российской Федерации. В то время, когда Российская Федерация решила вопросы миграционного плана с нашими гражданами. В то время, когда Российская Федерация запустила на свой рынок 180 молдавских уже под 200 предприятий, в то время, когда Российская Федерация открыла свой рынок и предоставила возможность экспорта всей нашей сельскохозяйственной продукции через все таможни Российской Федерации и так далее, что за это время сделало наше русофобское правительство и парламентское большинство? Они, во-первых, не пускают наших чиновников туда решать те технические вопросы, которые они должны решать для благосостояния наших граждан. Это политическое. У них решение кто-то кого-то обидел, никаких данных они ничего не предвели. Они выслали незаконно, неправильно, не объяснив причиной пять российских дипломатов, из которых четыре входят в объединенную контрольную комиссию, которая обеспечила мир и безопасность здесь, на Днестре. Они выслали официального представителя, не пустили сюда и объявили персоной нон-грата вице-премьера Российской Федерации Рогозина и предприняли еще целый ряд недружественных шагов. Вот что сделала правительство. Скажите мне, пожалуйста, вот те открыли рынок, те сказали, да ладно, мы ошибались, может мы не строили неправильное решение. Я почему начал свое сегодняшнее выступление с того, что Россия меняется. Не пора ли нашим молдавским руководителям тоже меняться? Я благодарю вас и сейчас предлагаю вам послушать комментарии, которые мне удалось получить от известного российского журналиста Владимира Соловьева. Я спросила его, как он оценивает вклад Игоря Николаевича Додонова, что он думает о нашем президенте. И я спросила его о молдороссийских отношениях. Давайте сейчас послушаем его ответ. Ну, во-первых, я не читаю вашего президента пророссийским. Мне кажется, это принцип... ...запуститься. Хорошо, сейчас пока мы будем устранять... Вообще, я с Соловьевым уже согласен. Наш праболдавский президент, если я за то не говори. Я думаю, Владимир Рудольфович был бы рад, если бы мы целиком все-таки дали ему возможность сказать то, что он хочет. Давайте так, говорим о правительстве. Есть такая точка зрения, что наше правительство не самостоятельно. Является жертвой геополитики. Вот Борис Андреевич об этом сегодня говорил, да и многие у нас так говорят. Вот согласны ли вы с этим? Первонаперво. И какие державы, какие организации влияют? Мы связаны определенными соглашениями по ассоциации. И в этом плане мы не можем сказать, что мы самостоятельные. Мы должны выполнять эти обязательства, которые мы подписали в ассоциации. И поэтому тут есть очень такая условная самостоятельность. Но что касается в отношении внутренней политики, что касается в отношении политики с Россией, кстати, это абсолютно надуманно. И наш президент говорит, что все это делается под давлением Румынии, ЕС, США и так далее и тому подобное. Ничего подобного. Это политика нашего правительства. Право, оно несет ответственность. И не надо там искать где-то за пределами, за бугром виноватых. То есть самостоятельность вы считаете? Я считаю, что в многих вопросах мы проводим самостоятельную политику. Это не значит, что мы ее везде правильно проводим. У меня есть очень много замечаний к нашей власти по многим вопросам, в том числе по экономике, по социальной сфере и так далее. И тут есть очень серьезные проблемы. Но на самом деле мы так как бы ушли с этой темы. И вы задали, коллега не ответил, а что мы хотим от России, что Россия хочет от нас? Нет, я тогда продолжу свой вопрос, потому что я настаиваю о роли геополитики в наших отношениях. Потому что, наверное, тоже считаю, что Молдова является зависимой страной. Не далее, как вчера. Вы должны были видеть эту новость, предложение украинского министра иностранных дел к Грузии. То есть они предлагают просто-напросто, давайте мы объединимся, и к Молдове, естественно, к нам, да, к Грузии, и к Молдове. Давайте мы объединимся против России. Вот так прямым текстом. Да, потому что вот они считают, что Россия ведет себя неподобающим образом. Поэтому министры иностранных дел, попросту говоря, говорим для наших телезрителей, говорят, а давайте будем дружить не за, а будем дружить против кого-то. И этого не скрывают. Понимаете, как это? Людмила, если вы цитируете, особенно министра, надо очень четко цитировать. Вообще, это речь идет... Это была не цитата, он предложил объединиться. Не-не-не, послушайте меня. Сейчас найду. Да, речь идет о том, что готовится саммит по восточному партнерству, где будут некоторые предложения к Европейскому Союзу. Сейчас уже комиссия обсуждала, в ПАСЭ комиссия обсуждала, там, кстати, есть очень интересные предложения о вступлении Молдовы в таможенный Европейский Союз, в энергетический, в цифровой и так далее. И министр иностранных дел Украины предложил, давайте объединимся в борьбе против российской пропаганды. Не против России, а против российской пропаганды. Борис Андреевич, пожалуйста, вам слово. Я вот пока сейчас найду эту цитату. Ну, я давно об этом говорю, и здесь есть только одна основная причина. Я согласен с Виталием Александровичем в том плане, что он сказал, что мы все-таки зависим, потому что мы подписали соглашение об ассоциации. Это действительно так. Мы подписали соглашение о колонии. Мы сегодня не о колонии Европейского Союза. Они нас используют просто как рынок сбыта. Им нужны молдавские лучшие черноземы, больше им ничего не нужно. Никто сюда не собирается не вкладывать никаких инвестиций. Если возникнет вопрос по инвестициям, я готов на все цифры ответить. Ну, позвольте мне, я просто потом, это прозвучит не очень уместно. Я цитирую, я нашла. Украина, Грузия, Молдавия, Азербайджан должны объединиться против России. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин. Мы стоим перед вызовом, связанным с нашим суверенитетом и территориальной целостностью. Это все исходит от одной стороны России. И, разумеется, нам нужно совместно противостоять этому вызову. Он призвал прилагать в этом направлении все усилия и добавил, что у стран ГУАМ есть в связи с этим общий вызов. То есть, как вы видите, никакого восточного партнерства здесь нет в помине. Вы по какому источнику цитируете? Ну, я вам покажу. РЕН-ТВ вообще, первое, что открыло. Ну, РЕН-ТВ. А вы посмотрите украинские источники. О, ну, сказки тысячи одноводших. Нет, очень интересно, вы будете цитировать украинского министра по российскому. Хорошо, я найду какой-нибудь еще источник, если вы настаиваете на этом. Но, прежде чем мы будем это делать, давайте все-таки посмотрим Владимира Рудольфовича Салапина. Я надеюсь, что наша техническая обеспечья не может нам это позволить. Ну, во-первых, я не считаю вашего президента пророссийским. Мне кажется, это принципиально неверное определение. Ваш президент промолдавский. Он отражает интересы своих избирателей, и он защищает интересы тех людей, которые доверили ему быть президентом Молдовы. Поэтому, если ваш президент, отражая мнение своих избирателей, считает, что на пользу вашему государству идет правильная, дружелюбная, экономически выгодная и обоснованная политика взаимоотношений с Россией, то я не понимаю, почему необходимо этому сопротивляться. Пока вот наличие такого большого рынка и такого открытого торгового партнера, как Россия, еще никто не прогадал. Поэтому, мне кажется, что очень разумно, что президент пытается выстроить политику с опорой на обе ноги, а не делать вид, что мы должны, точнее, что вы должны плясать на одной ножке и смотреть, как население убывает, а гигантский российский рынок оказывается неохваченным. А такое двоевластие, де-факто, которое есть, ну это вопрос же к народу и Молдовы. То есть народ Молдовы в конечном итоге должен определиться и сказать, каким образом и как он хочет видеть политическую власть и выражение этой политической власти в своих собственных чайных. Вот такой комментарий. Согласны, не согласны? Очень взвешенный комментарий, очень взвешенная точка зрения, что действительно народ Молдовы должен решать. Я знаю, потом должен быть паритет. Был наш молдавский журналист Станислав Выжга, мы предоставили еще сегодня. Тоже по телефону российскому журналисту. То есть у нас полный спектр мнений. Просто когда, во-первых, я помню, как Соловьев приезжал в Молдову, как он пиарил Владимира Воронина. То есть в общем-то это человек такой, который умеет пиарить. Но я хочу сказать, что я согласен с ним, но тут получается я не согласен с Додоном. Он говорит, надо стоять на двух... С кем бы вы предпочли не согласиться больше? Мне все равно. Но Додон наш президент, мне тяжелее с ним не соглашаться, чем с Соловьевым. На самом деле, когда мы говорим о двух ногах, то мы уже спорили с коллегой некоторых. Я упорно напоминаю о том, что Додон провозгласил, что одна из его задач после победы на выборах это выход с ассоциацией Молдова-ЕС. Экономическое соглашение. Сейчас, секундочку. Речь идет об этом, Виталий Александрович. Ну так есть... Экономическое соглашение, это разные вещи. Никто не говорит о расположении договоров. Это при том, что у нас ЕС сейчас торговля 63%. Ну завтра будет 30%. В чем проблема? Нету возможности, дорогой мой, в Россию продавать. Это немножко... Виталий Александрович, в России 70% территории находится в зоне и рискованной земледели. Она заберет все, что мы выросли. Ну давайте я вас не перебиваю. На самом деле это миф о емкости российского рынка. Во-первых, Россия давно занимается импортозамещением. И Краснодарский край, Ставропольский край покрывает значительную часть в этом. Во-вторых, если Россия снимет те санкции, которые она имеет в отношении ЕС в Польше, то пойдут польские яблоки, которые более конкурентоспособные, чем молдавские. Поэтому сейчас надеяться, что вот мы откроем работать с европейским рынком, который богаче, перспективнее, но мы просто не умеем. Мы не готовы к этой работе. И мы опустили руки, а мы вернемся в Россию. Да мы уже в России не нужны. И вот когда открыли вот эти форточки, да, вот то, что Путин сказал, мы видим, товарооборот хоть и растет, но по объему он очень незначительный. И мы вышли где-то в целом по товарообороту с России на 1 миллиард. И Румыния обогнала Россию. И что? Да ничего. Дело в том, что это стабильный рынок, предсказуемый, что там не будет политических решений. Почему не будет? У нас все с Европейского Союза политические решения. Мы подписали соглашение. У нас есть совет. Кто с Европейского Союза эмбарго на наши товарищи? Подождите, нам сейчас диктуют, делайте вот это, мы вам не дадим 30 миллионов. Делайте вот это, мы вам не дадим 30 миллионов. Сейчас, секундочку. А Россия этого не делает как раз. Вот сейчас она торгует. Поставляются наши фрукты и овощи. Что Россия говорит не надо, что ли? Правильно, согласен. Она не ставит условия. Да, она не ставит условия. Но те условия, которые ставит Европейский Союз, они важны для нас. Боритесь с коррупцией. Пусть у вас будет верховенство закона. А Россия, там нам все равно, что бывает. Это все красивые слова. Потому что я вам объясняю экономическое соглашение. Вот многие политологи, историки, да, они витают в облаках и в экономике очень плохо что-то понимают. Дело в том, что там есть определенный список товаров, который подлежит обнулению этих почин в течение 10 лет. Вот мы в течение трех лет то, что обнулили, мы как раз потеряли ту сумму, которую получил Европейский Союз. Вы возьмите цифры, почитайте серьезных наших... С Европейским Союзом товаров, что мы сомнение... Какая разница еще и команды. Это доктора наук, это уважаемые люди, это директора институтов и так далее. О чем вы говорите? Хорошо, у меня есть для вас две новости. Первая, я нашла все-таки украинцев, ОСН Ньюз. Мне даже неудобно, да, зачитывать, потому что, в принципе, ну, боюсь, что обидится. Но я вам покажу лично, поверьте, там сказано. То же самое, да, выступить единым фронтом против агрессора Российской Федерации, которая посмела нарушить территориальную целостность и суверенитет государств. Я пыталась быть великодушной. Идет передел мира. И вторая новость. Есть две державы, которые сегодня наступают на пятки с Соединенным Штатом Америки, Китая в первую очередь. Китай уже первая экономика мира по большому счету. Ну вот правильно, в этом во всем переделе. Я прошу вас, я прошу вас. А Евросоюз, он как бы... А что Евросоюз, это сборище 28 стран, которые каждого дня и себя, и себя. Какой ВВП в России? Друзья мои, можно я вклиниваюсь? В ВВП шестое в мире сегодня и золотые запасы, сегодня шестое в мире. Сколько процентов... Назовите мне ВВП отдельно Германии, назовите Англии, назовите все... ВВП... Сколько процентов мирового ВВП? Виталий Александрович, шестое в ВВП в мире. Сколько процентов мирового ВВП? Я еще раз говорю, шестое в ВВП в мире. Два с половиной процента. Понятно. И что? А Европейский Союз, 18 процентов. Все, Виталий Александрович, Париж Андреевич, пожалуйста, вы позвольте мне, да? Все, я молчу. Я благодарю вас. Мне важно, чтобы вы вдвоем все-таки согласились с тем, что геополитика влияет. Влияет. Виталий Александрович, влияет. Да или нет? Коротко. Кто спорит, что геополитика влияет? Спасибо. Но просто мы неправильно понимаем геополитику. Вы меня не расслышали. Так вот, на мой взгляд, самая важная задача, которую сегодня должна понимать Молдова, вернее, молдавское руководство, правящая коалиция здесь, прежде всего, имеется в виду, что нам нужно занять очень правильную позицию в связи вот с этим противостоянием, которое мы наблюдаем. А наблюдаем ли мы сегодня справедливую, грамотную позицию? Либо мы видим крен в одной из сторон. Виталий Александрович, видим мы крен в одной из сторон? Если да, то в какую? Понимаете, если вот и то, что коллега говорит, и в ваших вопросах чувствуется, понимаете, европейский выбор, это не только евроинтеграция, это строительство Молдовы на европейских ценностях. Если бы общество сейчас признало, что вот мы строим Молдову на европейских ценностях, если бы общество согласилось, что и Додон снял это, заявил, что мы не будем выходить с ассоциацией. А если бы вы согласились отвечать на мои вопросы, я была бы так рада. Есть ли крен, и если да, то в какую сторону? Людмила, я сейчас объясняю, что крен вызван позицией России, потому что Россия жестко отреагировала на наше подписание соглашения. То есть Россия виновата. Уже прошло то время. Но при чем тут Россия виновата? Нет, ну я пытаюсь понять. Я объясняю причину, почему произошел такой крен. То есть крен куда? Называйте, говорите по-русски, пожалуйста. Европейская интеграция. Так, у нас крен в европейскую интеграцию. Если бы Россия сказала, окей, это ваше, кстати, она на словах так и говорит, это ваше дело, ваш выбор, мы просто хотим нормально развивать с вами отношения. Никаких бы проблем с Россией не было. Борис Андреевич. А я назову цифры. Вот Виталий Александрович говорит, крен, да, и все остальное. Не, но он сказал, что у нас крен в сторону евроинтеграции. Да, я тоже считаю, что у нас крен в сторону евроинтеграции. А у нас должен быть крен, как у умных армян, которые заняли очень правильную позицию. То есть никуда они кренятся. Потому что мы сегодня находимся на этом перекрестке пути. Я согласен с Игорем Дадоном, который говорит, мы транзитная страна. И как транзитная страна мы должны торговать и с Западом, и с Востоком. Мы должны дружить и с одними, и с другими. Мы не должны участвовать в этих геополитических играх. Мы не должны вообще тут с НАТО разговаривать и с прочими товарищами, которые нам абсолютно не друзья. Мы должны торговать и с другими. Кого не друзья? Что мы должны сделать на сегодняшний момент? Мы должны пересмотреть вот эту экономическую часть соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Для того, чтобы защитить свои кровные экономические и национальные интересы Республики Молдова. Потому что нас сегодня уничтожает уже европейская продукция нашего производителя, турецкая продукция нашего производителя. Потому что они как раз поставляют ту продукцию, которую мы являемся, ну она для нас является экспортной. Вот это главные вопросы. Поэтому если бы наше молдавское руководство не пыталось заниматься противопоставлением сотрудничества со странами Европейского Союза и Евразийского экономического Союза, а заняло бы какую-то здравую позицию, которую предлагает наш президент Игорь Николаевич Дадон, я считаю, что от этого страна выиграла. А у нас правительство, извини, всех высылает, всех посылает, они ничего не хотят, а президент у нас занимается совершенно другой. Что может, то и делает. Слава Богу, что время Тимовки закончилось, появился молодой энергичный президент, который двигается, что-то решает. Вот вы мне объясните, что предлагает наш президент, когда он говорит, мы выходим с ассоциаций, мы вступаем в Евразийский экономический союз. Это что? Хорошее предложение для Молдовы. А почему армяне это не противоречит, а у нас противоречит? Армяне не подписали соглашение с Европейским Союзом. Не подписали они соглашение. Виталий Александрович, они точно так же, как мы входим в Восточное партнерство, они точно так же участвуют во многих программах Европейского Союза. Обратите внимание, Восточное партнерство, три страны сейчас договариваются, Грузия, Молдова и Украина, которые подписали соглашение в ассоциации. Вот они по Черноморскому бассейну пытались, там российские войска опять вывести. Белоруссия не подписала, и Армения не подписала. Правильно сделали? Молодцы подписали у вас, теперь молодцы, что не подписали. Конечно, не надо же себе на руки одевать наручники и кандалы. Зачем? Они думают о своих национальных интересах. Хорошо, мы посмотрим об этих национальных интересах позже. Потому что на самом деле, если поднять товарооборот, который идет внутри Евразийского Союза, мы увидим, что там не все так окей, все так хорошо. Виталий, сколько лет Европейскому Союзу? А когда мы подписали ассоциацию? Не-не-не, подождите, сколько лет Европейскому Союзу? Ну и что, ну и что с этого? Я говорю о преимуществах, которые получила Эстония, которые ВВП на душу населения. Откуда уже бежала половина населения? Из Литвы бежала половина населения. У меня вопрос. Что за труды? ВВП выше, чем в России. Ну и что, что бежали? Виталий Санчж, они объявили сейчас Е-декларирование, и где-то около 10 миллионов вошли туда. Виталий Санчж, секундочку. Я прошу прощения, можно я задам вопрос? Виталий Санчж. И зарплаты выше, чем в России. Виталий Санчж. Конечно, у них всегда было выше, потому что Советский Союз поддерживал. Я понимаю, что вы мужчины, и у вас голос у двоих. А сейчас уже нет Советского Союза, да? Но я же не буду... Румыния по ВВП обогнала Россию. Виталий Санчж, я не буду переходить на высокие ноты. Право, мне неловко. Хорошо, хорошо. Мне неловко сегодня, потому что я пытаюсь каждый раз... Хорошо, Вердмила. Переходите на низкие ноты. Перехожу с удовольствием, особенно с вами. Вот вы говорите, что давайте посмотрим, вот все это будет развиваться, эта ситуация. Вы знаете, я бы согласилась с вами. Но меня очень волнует инициатива демократов внести евроинтеграцию в Конституцию. И тогда, вы извините, вот такие дискуссии, которые мы сейчас с вами ведем в этой студии, аргументы Бориса Андреевича, понимаете, они просто-напросто не будут иметь права на жизнь. У нас в Конституции будет написано... Конечно, я буду заниматься антиконституционной деятельностью. Извините. Скажите, пожалуйста, вы за это, чтобы это было в Конституции прописано или против? Я это поддерживаю, потому что я не хочу, чтобы мы прошли какую-то часть пути, очень важную, самую тяжелую часть пути, а потом кто-то взял и сказал, знаете, мы устали, давайте... А если народ на выборах скажет и поддержит другую партию, вам будет вот на это мнение, как вы сейчас показываете? Людмила, если народ на выборах поддержит другую партию, и у этой партии будет конституционное большинство, она спокойно поменяет Конституцию. В любом Конституции, как, не хочу сказать, продажную девку, но каждый раз, вот, пользовать, знаете, в зависимости от того, кто придет к власти. Ну, а что тут такого страшного? Есть в Конституции... Ну, я вообще против того, что пользоваться продажной девкой, вы извините, да? Секундочку, а надо было в Конституцию записывать нейтралитет? Это не конституционная норма. Ее надо было записывать или нет? Ну, в ряде странным записаном... Нет, ну, секундочку, надо было в Молдове или нет? Полагаю, что да. Я считаю, что да тоже. Ну, вот, а если придет кто-то, большинство, и скажет, мы вступаем в НАТО. Отменят эту статью, другая будет. А почему не африканцы? Но для этого нужно будет отменить нейтралитет. Вы понимаете? А здесь ничего менять не надо. Здесь просто берут и тупо. Вот давайте мы запишем вот это положение. В отношении евроинтеграции. Для этого надо будет отменить европейский вектор. Не просто статью Конституции. Нет, но для того, чтобы отменить его, вначале нужно внести. Понимаете? Я против этого. Людмила, вы понимаете, что происходит опять смещение акцентов, что кто-то хочет отменить европейский вектор, кто-то еще. Никто не хочет отменить европейский вектор. Но его не нужно вносить в Конституцию. Как ни российский вектор, так ни европейский вектор, как ни румынский вектор. Почему? Потому что, когда мы вносим эти вещи в Конституцию, в основной закон, значит мы ограничиваем свою политическую, внешнеполитическую деятельность. Сегодня нам, извините, маленькой бедной стране, выгодно торговать с этими. А завтра нам выгодно с этим. Давайте в Конституцию запишем, что мы будем торговать только с левыми, не будем торговать только с правыми. А потому что политика это концентрированная экономика. И вы знаете, кто об этом сказал? Да, у нас пять минут остается. Давайте так, прогнозим. Вообще эти вопросы должны решаться референдумом в нормальной цивилизованной стране, как в Европе. Я предложила на своей прошлой программе, но один из участников предлагает вам самим в интернете найти, что он мне на это ответил. Я предлагала этот вариант. Давайте так, очень коротко, по минутке. Ваш прогноз на развитие ситуации. Будет ли каждая из сторон? Я сейчас имею в виду Российскую Федерацию, я сейчас имею в виду наше правительство. Придерживаться уже той линии, которую мы выстроили четко, вот она у нас есть. Либо все-таки возможны какие-то подвижки. Если да, то с чьей стороны? По минуте, Виталий Александрович. Я думаю, что мы не выстроили еще ту линию, которую надо в отношениях с Россией выстроить. Ну хоть перестанут высылать журналистов, дипломатов, что-то там еще. Вот это я... Ну, там были конкретные случаи, сейчас не хочу их касаться. Дело в том, что у нас не выстроена еще линия. И, конечно, было бы очень хорошо, чтобы эту линию выстраивали и президент, и правительство, и большинство, и парламент, скажем так. Это было бы очень здорово, но тут надо разобраться с какими-то вопросами. Понимаете, когда президент говорит, 67 солдат нельзя направить на учение, и говорит, мы не будем касаться вопроса нахождения российской армии в Молдове, тогда возникают проблемы. А как вообще он хочет выстроить? Нет, он никогда не говорил, что он не хочет касаться вопросов, просто он говорил, что все вопросы нужно решать на переговорах. Да, и сегодня Карасин тоже сказал, что они не против того, чтобы вышли те войска, которые охраняют склады. Только не надо сейчас о Карасине. Карасин сказал, что мы когда-нибудь выведем эти... Если вы цитируете Карасина, цитируйте правильно. Мы когда-нибудь выведем, такой фразы не было. Когда будет решена проблема Приднестробия, а почему российская армия на нашей территории должна быть связана с проблемой Приднестробия? Не с миротворца, а с армией. Не могу больше, Борис Андреевич. Значит, мой прогноз следующий. Наши экономические отношения с Российской Федерацией будут развиваться успешно, потому что это официальная позиция российского руководства. Российское руководство сегодня четко разделяет позицию промолдавского президента и большинства населения Игоря Дадона, которые направлены на укрепление экономических, политических отношений с Российской Федерацией. И это, насколько мы видим, приветствуется президентом Путиным и всем российским руководством. Наше правительство, к сожалению, и парламентское большинство накануне выборов ноября 2018 года будут сделать все для того, чтобы развивать русофобию в нашем обществе, для того, чтобы портить отношения с Российской Федерацией. Не надо такими словами русофобия бросаться. Потому что они выполняют заказ своих западных спонсоров, которые им дают кредиты, гранты и так далее. Все. Я благодарю вас. Я должна быть из эфира. Уважаемые телезрители, благодарю вас за то, что вы смотрели нашу программу. У нас сегодня было жарко, но говорят, что в споре рождается истина. Я думаю, каждый из вас увидел свою истину. Большое спасибо. Вы смотрели программу «Дело принципа». Всего вам самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова